Уважаемые друзья, ну вот я включил тот самый сборник Андрея, который мой друг, с которым я дружил в 90-х годах. Вот он мне дарил такие сборники. И вот я его включил на своей деке, и он потихоньку играет. А я тем временем покажу вам какие-то кассетки из моей коллекции, которые остались с тех времен. Спи, конечно, кому будет любопытно. Вот, пожалуйста, например, вот такая вот кассета. Очень красивая Иракс. 96-го года. Это я переписывал какой-то компакт-диск DJ Hits. С KCGX бедная коробочка вся затертая. Кассета выглядит вот так. Здесь 120 минут. На 120-ти минутке я SKC GX записывал с радио. А потом слушал в машине. Радио записывалось на них очень хорошо. Это вот 95-й год. Вот такая вот кассета. Это я, по-моему, покупал на Горбушке в Москве. Стоила она хороших денег. Покупал как по себе для коллекции. Я уже в то время начинал коллекционировать. Звук получал, запись на ней получилась очень хорошая. Вот такая вот кассета. Fuji второго типа. Тоже стоила она немало. Тоже я вроде как на Горбушке покупал ее. Тоже как бы в коллекцию себе. Так она выглядит. Слив футляр закрывается. Наоборот. Записано на нее Депиш-мот. С какого-то компакт-диска. Также одна из моих любимых кассет. Ну, видов кассет. Это... Я их покупал прямо блоками на Горбушке. В середине 90-х. Мог уже себе позволить. Поскольку я уже работал. Скейси. Хорошая очень фирма. И с кассетки хорошая. Это второй тип охром. Образец студейки. Похоже, Эти студейки записывались на кассеты Славич. Ну и ничего. Нормально сохранилось. Правда, Европу я В эту студейку брал не в 80-е годы, А уже в 90-е. Ну, вот такая вот кассета. Blue System. Эту кассетку мне подарили. Знали, что я ее люблю в Blue System. И вот такие вот кассеты продавались. Это вроде как польского производства. Но запись, насколько помню, хорошая была. Вот интересная история этой кассеты. Это такой сборник Bolero Mix. А в то время Я искал Музыку Под названием Болеро. Болеро Это Когда-то у меня была такая вот кассета У отца И там была Эта группа Болеро Но Я смог ее найти только тогда, когда появился интернет. А до этого Вот я, например, купил В каком-то ларьке Тоже С надписью Болеро Но Это казался просто микс. Ну, тоже вроде как Неплохая музыка. Можно было ее послушать. Очень качественная студийка. Сделана на Раксе. Тоже где-то Вот 95-й Или 6-й Очередная СКЦ Потому что я их много брал. Здесь Дюран-Дюран записан. Вот такие ТДК-шки У меня были В середине 90-х годов. Записан Абб Обложку Делал я На Матричном Принтере У себя На работе Ну, обложки Мы с другом Печатали Для своих Кассет На работе Ровно до тех пор Пока начальство Не обратило Внимание И спросило Что-то вы тут Делаете Хочу тут Печатать Обложки А работать Когда? Ну, короче На этом мы После этого Мы уже Этим не занимались В 90-е Года Купил себе Очиститель головок Тоже фирмы СКЦ Обложка была Очень красивая Поэтому я ее Сохранил Студийки Не думаю Что в России Можно было Встретить Такие студийки Такие студийки Продавались В Кишиневе В Молдавии Я там Бывал Иногда И вот В городе Я покупал Такие студии Которые Мне понравятся До сих пор Слушаю Brothers To Brothers Рону For Flow Джимс Очень-очень Классный Альбом И звучит он На этой кассете Очень хорошо Записан Иногда Слушаю Оттуда Оттуда же Откуда-то Мне она попалась Эта Студийка Но Похоже Кассета Была отдельно Студийку Я куда-то дел Использовал От нее Обложку А сама Запись На ДДК В те годы В конце 90-х По-моему Начала быть Модная Земфира И вот Я эту Купил Эту Кассету По-моему То ли Конец 90-х Начало 2000-х По-моему Конец 90-х Уже Качественная Студийка Звук 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 Был Хороший Слушал Ее В машине Купил Где-то В Москве Я тогда В Подмосковье Я Служил В Москву Ну там же В Москве Вот В каком-то На студии Союз Или там Фирменные Магазинчики Ларки Союз Вот этом Купил Иван Купала Хорошая Студийка Тоже Затертая Футляр Потому что Я эту машину Возил В машине Очень любил Слушать Особенно Ездишь Ночью По По Пустынной Летней Областной Дороге Слева лес Справа лес Слушаешь Иван Купала Эх Хорошие были Времена Также Я любил Високосный Год Тоже Слушал С удовольствием Тоже Эту студийку Я покупал В Москве Хорошая Фирменная Студийка Явно На Басовской Пленке Басовские Катки Ну Явно Выпученные ЕСИП Характерные С точечками Басовские И Красные Катки Это Явно ЕСИП Болванка Ну И Запись Хорошая Наутилус Пампилюс Это я покупал уже в Питере Эту Эту кассетку Это в 90-х годах Непонятно Чье Производство Болванки Но Запись была Хорошая До сих пор Можно Слушать Качество Хорошее Даже Осталось Печатить Какого-то Этого Ларька Который Продавал Вот Слышу Запись Андрея Такая Громкая Хорошо Сохранилась Но Высоких Частот Маловато Прекрасно Помню Как я Купил Эту Кассету Я Ее Купил В Ларьке На Станции Маяковская В Санкт-Петербурге На станции Метро Маяковская Она Была Очень Красивая Серебристая Обложка Такая Вот Было Очень Жалко Эту Кассету Вскрывать Но Я Тогда Кассеты Не Хранил Запечатанные Я Вскрывал Записывал Сюда Я Записал Дайвер Стравец Очень Качественная Кассета Ракс Служит До сих пор Прекрасно Можно Слушать Запись Чистая А Записана Здесь Крематорий А Покупал Я Эту Кассету На вокзале В Москве На Ленинградском Вокзале В одном Из Ларьков Был Уже Конец 90-х Годов Купил Чтобы Слушать В машине И Слушал В машине В Плеере Одна Из моих Первых Кассет Голдстар Записал Я на нее Битлз А почему Битлз Потому что Битлз Это В общем-то Первая Первая Музыка Которую Я Услышал В наушнике На Плеере Мне Какой-то Парень Одолжил Плееры Послушать Да Отдал Послушать Там Был Записан Битлз Я Первый Раз Послушал Битлз В наушниках С Плеера И Мне Тогда Очень Понравилось Такой Классный Звук Был Истерео И После Этого Я Начал Копить Деньги На Свой Плеер И Так Я Его Купил А Когда У меня Появилась Первая Кассета Я На нее Записал Битлз Тоже Конец Девяностых Годов Вторая Половина Я Уже Начал Покупать Различные Кассеты В частности Вот Такую Нашел АД 90 Действительно Хорошая Пленка Обложка Напечатана На Работе Бумага Уже Пожелтела Слышал Про Пар Горького Что Это Такая Группа Которая Эмигрировала В США И Там Им Пришлось Трудно И Им Пришлось Много Работать Репетировать Чтобы Приобрести Мастерство И Уровень Вот Они Там Выпустили Там Такой Альбом Я Когда Встретил То Купил Его Где-то Возможно На Юноне В Питере Или Еще Где-то С С Удовольствием Послушал Да Парни Хорошо Играют Хорошая Группа Пар Горького Вот Такой Классический Сборник Который Мы Покупали В Начале 90-х Какие-то Техно Сборники Или Как говорят Евроденс Сборники Помню Очень Очень Любил Эту Кассету Часто Слушал Словерплееры Записано Записано На Раксе А Такая Была Очень Известная Песня Катюшка Как Не Так Таурин Катюшка Интересная Была Песня Так Давай Слушай Это Быстро Это Песня Из СССР Зажигали Под эту Песню И На Дискотеках Она Была Очередной Образец СКЦЖХ 120 Минут На Нее Я Записывал С Радио Песни Потом Слушал В Машине И В Плеере Жена Из Моих Любимых Кассет Очень Очень Много Я Слушал В Плеере Потому Что Я Очень Любил Фленка Дювали Типичная Кассета Рейндж Которые В то Время Были Распространены Видно Катушки От Басов Пленка Басов Скорее Всего Тоже Такая Наклейка Рейндж Хорошие Были Кассеты Как раз Они Появились После Китайских Вот Очень Интересная Группа Специально Ее Купил После Того Как По Радио Услышал Их Тема Прикольная Группа Миди Макси От Эфти Какие-то Девки Там Бестолковые Совершенно И такая Песня У Ага У Ага Биг Бэд 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 Боис Камон Ми Камон Ми Ага Совершенно Бредовая Песня Но Ее Почему-то Очень Любили Даже Я Ну и Наконец Привет Из 88 Или 89 Года Абсолютно Не разбирался В кассетах И В одном Из ларьков Тогда Это Было В Польше Мой отец Когда служил В Польше В Северной Группе Войск 89 Году В одном Из ларьков Я вот Купил Эту Кассету На Какие-то Карманные Деньги С трудом Добытые Думал Что Хорошее А Нет Это Была Какая-то Польская Подделка Пленка Записалась Но Звук Звук Фиговый Обложка Тонкая Что Мне Пришлось На нее Картон Наклеивать Но Тогда Так Кассеты Они очень ценились Записал Я ее Только В 93 Году Никакого Высокого Качества Конечно Не было Это я Так В общем-то Вот Спасибо Всем за внимание До свидания Субтитры Субтитры Субтитры